Это пятая лекция из запланированных семей. Ещё будет в декабре две. Одна будет о киберфесте, которая состоялась в Берлине в этом году. Я вот обомнил, тогда мне просили рассказать именно об этом фестивале, как там прошло, что было до Берлины. И заключительная лекция-показ будет посвящена любому термену, терминологству. Я уже так немного прошёлся по историю терминолога в одной из предыдущих лекций. Люди очень заинтересовались и просто напоминали отношения, когда я сделал отдельную лекцию. Ну, тем не менее, даже семь лекций, это достаточно маленькое количество для охвата такой отборки, такого новослоя. О том нам ещё хотелось бы рассказать, из персонажей, которые, возможно, не важны в этот цикл из семи выступлений. Есть ли кто-то такой, по-моему, ещё с удовольствием? Ну, с удовольствием я бы рассказал, безусловно, о Лоре Андерсоне, затем о Брайне Иго, как художнике. То есть не как музыкантик, а только как музыкант, многие в нас знают, но именно как о художнике-визиоте. Затем я бы хотел, может быть, также рассказать о Маше и Мак-Вене, как вдохновитель видеокудрежника. Ну, может быть, ещё раз пошёлся бы по Йонасу Некасу, или в плане в киноавангард современного искусства в Нью-Йорке. А что касается непосредственно выставки «Видео Россия», на которой сейчас всё это проходит, она наверняка, что не будет знакома, она претендует по времени мигратора на такую энциклопедию, дальше с российского видеоарта за последние 25 лет. Чего, по-вашему, на ней не хватает, для того, чтобы это сами стало полным? Например, у нас есть глаза отсутствует передачи «Ленингрим». Да, кстати говоря, «Ленингрим» тоже у меня в списке, чем бы я хотел заниматься в следующем году, о ком бы это всё рассказать. Ну, «Ленингрим», да, совершенно верно. Эта телепередача, которая была в 1991 году, вышла в эфир советского тренера, конечно, является объектом для лица нерабистранычного джауза, как-то обошёл ее внимание. И у вас здесь, насколько я понимаю, намечается спор на отдельный проект в рамках этой выставки? Пермские видеопробы очень любопытные. То есть пока существует только общее описание. Когда у вас появлялась эта идея, вы уже лежали в голове этих пермских авторов. То есть вы можете так анонсировать, сказать, есть ли здесь с чем работать на Пермском поле, какие есть авторы, может быть, от которых вы шлёте в них на прорыве в этом направлении? По моему мнению, на Пермском поле авторов, которые способны представить какой-либо людиарду, очень-то с ними не пустая ситуация. И те имена, которых я знаю, например, Андрей Бережник, которого я уже доказал в качестве затравки на одном из бутылок, это, конечно же, имена старой поколения. То есть люди, которые действовали на зарплате, пытались делать в этой области. И весь смысл этого проекта, Пермский видеопровод, как раз заключается в том, чтобы отойти от стереотипов нашего отношения к Пермскому поле Диарту и найти что-то новое. То есть найти какие-то новые имена или совершенно новые работы от людей, которых мы знаем, но не ожидали этого. Так что для меня это в каком-то смысле исследование, в том плане, что я не хочу протолкнуть какие-то свои знакомые мне работы или знакомые мне авторы, а хочу, наоборот, сам удивиться, открыв для себя что-то новое. Ну и, насколько я понимаю, не столько показать то, что уже есть сегодня, сколько инспирировать, может быть, на будущий этот процесс. Ну это уже слишком пафосная задача, инспирировать. Ну может быть, кто-то и так видится, конечно. Мне хотелось бы просто познакомиться с кем-то, кто делал бы что-то новое в области радиоарта. Я уверен, что в таком городе Копелли, конечно, авторы должны быть.